Марина Ковязина, выпускница факультета журналистики ЮРГУ. В 2017 году, после года работы в различных СМИ города, девушка решила вновь вернуться в университет, но уже в качестве сотрудника отдела пресс-службы. В обязанности Марины входило посещение различных мероприятий, написание текстов о жизни университета и приемной кампании вуза. На тот момент всего лишь месяц существовало управление маркетинга и стратегических коммуникаций. Сейчас оно называется уже по-другому – управление медиакоммуникации и мониторинга. На тот момент я пришла работать в пресс-службу. Моя деятельность заключалась в том, чтобы освещать события, которые происходят в университете. В основном это работа на сайте. Мне тогда очень понравилась эта работа. Конечно, для начала было немножко сложновато, но в принципе в курс дела я вошла быстро. У меня были замечательные коллеги. У меня сейчас замечательные коллеги. И я очень быстро влилась и поняла, что журналистика – это действительно мое, и мне очень нравится работать в ЮРГУ. Сейчас Марина – редактор отдела новостей Управления медиакоммуникации и мониторинга ЮРГУ. Девушка занимается не только написанием текстов, но и общением с обратившимся за помощью гражданами, поиском специалистов и организацией съемок. Отчасти мы все в Управлении медиакоммуникации пиар-специалисты, и в наши обязанности входят связи с общественностью. В любом случае, когда к нам обращается какой-либо человек за организацией съемок или за помощью в какой-то области, они звонят через нас, просят какого-либо специалиста, ученого, например, с кафедры пищевые и биотехнологии, чтобы провести какой-то эксперимент. Например, принести образцы воды, провести эксперимент, насколько эта вода чистая и пригодна для потребления. Также образцы ткани, например, приносили и спрашивали, какую из них можно, из какой там ткани можно шить детскую школьную форму. За время работы в университете Марина освещала различные форумы и конференции международного уровня. Но самым запоминающимся стал ребрендинг вуза и празднование 75-летия ЮРГУ. Примерно неделю, каждый день шли съемки, шли какие-то мероприятия, которые требовалось в срочном порядке освещать. Мы работали просто как белка в колесе, требовалось постоянно разрабатывать план-перехват, кто напишет об этом, кто-то не попадает, не успевает сюда. Требовалось постоянно быть на чеку, быть на связи со всеми. Спали мало, работали много, но эмоции было через край, потому что мы знали, для чего мы это делаем. И самым ярким событием был, конечно же, главный концерт и фейерверк. За три с половиной года работы в ЮРГУ Марина написала и опубликовала больше тысячи материалов. По словам девушки, это не предел. Моя работа в ЮРГУ – это жесткий дедлайн, это веселье, это ответственность.